Праздник Навруз Представили то, что составляет гордость и достояние их народов, а артисты порадовали публику театральными сценками. О происхождении Навруза существует несколько версий и легенд, но все они сходятся в том, что он возник еще до нашей эры. Сейчас же в некоторых странах это государственный праздник. А с 2009 года ЮНЕСКО включило Навруз в список Международного культурного объединения наций. И слово «объединение» здесь, пожалуй, ключевое. Татары, как и все, за объединение наций, за объединение праздник. Любой праздник для нас является лишним поводом собраться все вместе и показать, как мы дружны, как мы едины. Екатерина Мусаева-Найсон вспоминает, что в ее семье в честь Навруза всегда накрывался вкусный праздничный стол, за которым собирались все родственники. Причем ждали его с нетерпением и взрослые, и дети. Вот в новогоднее бывает настроение, что мы ожидаем чуда от Нового года, правильно? Вот то же самое для нас это праздник Навруз. Для нас это ожидание чуда, это восторжествует мир, дружба, любовь. Все остальное, все хорошее. Но для нас это почти святой праздник. И, конечно, какой же Навруз без песен и танцев. Для торжества подготовили специальную концертную программу. Но прежде всех поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Парамус Кубаряй! С праздником! Это праздник весны и праздник добра. Праздник мира и дружбы. И мы должны сделать все, чтобы между нашими народами, многими, всегда вот этот мост был крепкий, надежный и на долгие годы. В этот день на сцену выходили артисты из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Татарстана. Концертные номера были настолько красочными, что никого не оставляли равнодушными. Яркий зажигательный танец джигитов – одна из визитных карточек коллектива школы искусств «Карабах». Артисты всегда исполняют его с особой гордостью. Даже костюмы заслуживают отдельного слова, ведь это полностью аутентичные одеяния. Черкеска – это одеяние настоящего мужчины на Кавказе. Снизу рубаха, пояс, и на пояс должен был быть кинжал. Мы просто на барабанах сегодня играли, а, к сожалению, без кинжала сегодня выступили. Вот, дальше шаровары, ичиги, ичиги – это сапоги. Вот, и кубанка. Кубанка для нас – это самое главное. Продолжался концерт более двух часов, и все это время аплодисменты не смолкали, а значит, праздник удался на славу. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.